МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Общение с властью. Какие вопросы наиболее волнуют жителей района МЖК? Очередь на жилье. Кто имеет право на получение собственной квартиры? Забота о здоровье. Что делают врачи для профилактики раковых заболеваний? Здравствуйте в студии Марины Белова. Вашему вниманию основные события из жизни города в материалах наших корреспондентов. Армаверцы, проживающие в районе масложиркомбината, смогли напрямую пообщаться с представителями власти и получить ответы на самые острые вопросы. Глава города Андрей Харченко в здании АМТ провел сход граждан. Общение длилось более двух часов. Встреча началась с доклада о действии закона номер 1539 о мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае. Затем отчитался о проделанной работе участковой, обслуживающей территорию МЖК. Армаверцы его работу оценили как удовлетворительную. Как подчеркнул Андрей Харченко, это один из немногих районов, где вопросов к участковому не возникает. Однако в ходе встречи прозвучали нарекания к нарушителям тишины в ночное время. Так, жители многоэтажек по улице Кирова периодически беспокоят молодежь, которая занимается футболом на спортплощадке в сквере. При этом игры сопровождаются громким смехом и криками. Андрей Харченко подчеркнул, что сами занятия спортом – положительный пример, но необходимо это делать так, чтобы не мешать другим. С группой граждан, которые ночью занимаются, необходимо провести профилактическую беседу. Лучше, чтобы они занимались спортом, занимались тихо, не хохотали и не мешали спать. Но это лучше, чем они будут другими заниматься. Соответственно, найти старшего этой группы, кто занимается, провести беседу в вечернее время с нашими армавирцами, которые себя оздоравливают, ну, соответственно, чтобы это было удобно и для них, и самое главное, было удобно для жителей. Звучали и вопросы, касающиеся санитарного состояния микрорайона. Армавирцы, проживающие возле пересечения улиц Советской Армии и Краснодарской, обратились к градоначальнику с просьбой вернуть стоявший там ранее контейнер для мусора. У нас стоял там мусорный бак, оригинительственный, его уже полтора года убрали. Теперь у нас ближайшая мусорка находится на Туапсинской, а следующее на Петре Алексееву. Вот в этом доме живет моя мама, ей 85 лет. Я живу в Раскове. Не можем, эта старушка, носить мусор так далеко. Глава города отметил, что существуют нормативы, которые определяют расстояние от жилых домов до контейнерных площадок. Чтобы детально рассмотреть этот вопрос, Андрей Харченко поручил службам выехать на место и определить возможную точку для установки бака. В субботу, первая половина дня, выйдут на место Сергей Иванович Барков и на месте еще раз рассмотрят возможность установки присаживаться. Архитектура нарисует место установки, отдадут председателю ТОС. Если жители против, не будут контейнеры поставить. Если будут против, соответственно, придется вывозить мусор тем образом, как сейчас организовано, поведенно. По традиции, после схода граждан Андрей Харченко провел прием по личным вопросам. Все проблемы, о которых шла речь, взяты на контроль и приняты к исполнению. Марина Белова, Игорь Тарасов, Сергей Шульц, служба информации канала РЕН-ТВ «Армавир». Продолжаем выпуск. Более двух тысяч армавирцев нуждаются в улучшении жилищных условий. Помощь им оказывается на трех уровнях – в федеральном, краевом и муниципальном. Кто имеет право на получение собственных квадратных метров? Как попасть в очередь и где узнать все подробности, расскажет Алена Безовчук. Новоселье – это всегда праздник в Армавире. Один из самых высоких показателей в крае по обеспеченности жильем детей и сирот. Они попадают в льготную очередь на получение квартир. Также в этом списке люди, проживающие в аварийных домах и страдающие тяжелыми заболеваниями. Средства на эти цели выделяются из федерального, краевого и муниципального бюджетов. За счет федерального бюджета жилыми помещениями обеспечиваются ветераны Великой Отечественной войны 41-45 годов, вдовы погибших и умерших участников инвалидов Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, принятые на квартирный учет до 1 января 2005 года. Также это инвалиды, труда и детство, вынужденные переселенцы, военнослужащие, приезжие из северных районов. Край выделяет средства на улучшение жилищных условий детям-сиротам, людям, которые больны за разными формами туберкулеза, политически репрессированным. За счет местного бюджета обеспечивается жилыми помещениями. Это граждане, которые приняты на квартирный учет по общему списку до января 2005 года. В нельготную очередь попадают горожане, у которых в собственности нет жилья или есть, но на каждого члена семьи приходится менее 10 квадратных метров общей площади. При рассмотрении вопросов постановки на учет нуждающейся в жилье и обеспечения граждан жилыми помещениями по каждой отдельной категории возникает очень много нюансов и много тонкостей. Поэтому граждане, которые заинтересовались данным вопросом, они за более подробной консультацией могут обратиться в сектор по жилищным вопросам администрации города на седьмом этаже кабинет 72. Алена Безовчук, Артур Каджанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. К другим новостям. 1 августа исполнилось 6 лет со дня принятия на Кубани закона номер 1539. В честь этой даты в городском парке прошли соревнования для подростков, в ходе которых каждый мог блеснуть своими знаниями и проявить инициативу. С подробностями Антон Прохоров. Для безопасности подростков 6 лет назад был принят закон о мерах по профилактике безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних в Краснодарском крае. Первоначально мнения горожан расходились. Одни говорили, что неправильно ограничивать молодежь, другие, что закон принят нужный. Но его следует доработать. Со временем жители и гости города на деле оценили его необходимость. Отличный закон 1539. Конечно, нужно всегда напоминать об этом законе. Во-первых, потому что дети находятся дома вовремя. Во-вторых, потому что, в принципе, и преступность, наверное, меньше. Я отношусь нормально, даже положительно отношусь к этому закону. Потому что, когда его ввели, мне самому было 14 лет. Сам понимаю всю эту ситуацию. На день рождения закона 1539 сотрудники отдела по делам молодежи решили провести соревнования между молодежными региональными центрами. По итогам которых участники были награждены призами. Сегодня 1 августа юбилей. Юбилей 6 лет исполняется закону номер 1539 о мерах по профилактике безназдорности правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае. И по этому поводу отдел по делам молодежи проводит мероприятие, интеллектуальную игру «Нас защищает детский закон», в который мы привлекли ребят из клуба по месту жительства, с дворовых площадок и просто любителей интеллектуальных игр. Между игроками развернулась нешуточная борьба. На территории городского парка соревновались 4 команды. Им необходимо было пройти 4 пропускные точки, на которых и выявлялись финалисты. Ребята остались довольны итогами мероприятия и зарядились положительными эмоциями. Мероприятие очень хорошее. Я считаю, что нужно проводить побольше таких мероприятий. Было очень весело. Детям, главное, очень понравилось. Относились очень ответственно к каждому вопросу, к каждому заданию. Мероприятие отличное. Молодежный центр всегда устраивает хорошие мероприятия по любым праздникам. Мне нравится. Каждый вечер с 21.00 на дежурство выходят патрули, которые отслеживают исполнение закона 1539. За прошедшие 6 лет детская беспризорность значительно сократилась, а подростковая преступность уменьшилась. Антон Прохоров, Максим Котов, служба информации, телеканал РЕН-ТВ, Армавир. 9 августа в поселок Красная Поляна приедут лучшие онкологи края. Попасть к ним на прием сможет каждый желающий. Профилактическая программа «Онкопатруль» существует на Кубани с 2011 года. За это время врачи обследовали более 140 тысяч человек. Продолжит тему Алена Безовчук. В Армавирском онкодиспансере на учете состоят более 5 тысяч человек. К сожалению, за помощью медиков большая часть пациентов обращается на поздних стадиях заболевания. Так, каждый год врачи выявляют около 90 женщин с раком груди. Более 15% из них поступают в очень запущенном состоянии. Хотелось бы, чтобы 80% как минимум приходили к нам в первую и вторую стадии заболевания, что обеспечивает лучшие результаты лечения, несомненно. Чтобы исправить эту ситуацию, на Кубани с 2011 года работает «Онкопатруль». Профилактическая программа, разработанная для жителей сельской местности. 9 августа мамологи, пульмонологи, онкоурологи и психологи начнут прием в 9 утра в Доме культуры поселка Красная Поляна. Это мероприятие разработано администрацией Краснодарского края, которая преследует цель максимального использования специалистов краевого уровня, для удовлетворения потребностей в оказании медицинской помощи по онкологии жителей нашего Краснодарского края. Администрация нашего города обеспечит подвоз желающих проконсультироваться у врачей краевых лечебных учреждений, общественным транспортом. Помимо консультации специалистов, можно будет сделать флюорографию и пройти обследование в передвижном мамографе. А тем, кому потребуется дальнейшее лечение, помощь окажут на местном и краевом уровнях. После проведения этого мероприятия, мы их приглашаем всех на дообследование, и мы обеспечим им полное, бесплатное дообследование, в том числе с использованием самых современных методов, таких как ультразвуковая диагностика, лабораторные исследования, компьютерная томография и так далее. «Онкопатруль» – это еще и культурная акция. С самого утра для всех посетителей будут выступать лучшие творческие коллективы города. Алена Безовчук, Артур Каджанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Это был заключительный сюжет, и теперь метеопрогноз. Я передаю слово Марине Локтевой, она уже в студии и готова рассказать о погоде. Здравствуйте. По прогнозам синоптиков, в понедельник будет ясно и солнечно. Ночью столбик термометра покажет плюс 27, днем поднимется до 35. Подует восточный ветер силой до 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба. 4 августа отмечается гражданский праздник в Канаде и День береговой охраны США. Православные вспоминают мироносицу Марию Магдалину. Именины могут отметить Алексей, Корнилий, Михаил и, конечно же, Мария. А 346 лет назад в этот день монах Дон Периньон представил удивленной братии чудесный напиток с серебристыми пузырьками. Это игристое вино стало прародительницей современного шампанского. Дата – днем рождения, а имя Периньон – маркой премиум класса. На этом погоде и памятных датах у меня все. Я желаю вам удачи во всех делах. Марина. Информация синоптиков завершила выпуск. С новостями вы можете также познакомиться на сайте ravita.info, на авторадио «Армавир» и на страничках в соцсетях. Добавляйтесь в группы, чтобы первыми узнавать новости. С вами была Марина Белова. Всего доброго. До встречи на канале РЕН-ТВ. РЕН-ТВ.